всем привет сегодня у нас вот такая вот небольшая посылка это у нас из магазина по-моему кафа гуя покупал здесь камеру с показали нее как 23 доллара то есть дешевая камера не помню сколько я за нее заплатил на экране будет информация но это дешевая камера якобы 20 мегапиксель ну в общем давайте сейчас распакуем посмотрим на нее и я ею поиграюсь и потом дозапишу видео о том стоит ли она вообще внимание эта камера вот камера полу d7 100 якобы дешевая ультра бюджетная камера full hd 1920 20 1080 33 мегапикселя 24 кратный зум такая вот красивая яркая коробка конечно посмотреть что же а это такое чем его едят и вообще стоит ли она внимание потому что стоит она что-то по-моему 100 долларов всего 4 января была акция 134 99 она стоила и сейчас она стоит что-то около 137 долларов на кафагу вот такая вот сумочка комплектация такой небольшой запах резины я подозреваю что от этой штучки вот ну не такой что глаза не разъедает так внутри у нас вот такая я так понимаю это гарантия качество далее еще гарантийный талончик инструкция английский и китайский все на английском довольно таки все понятно все отлично далее что у нас здесь у нас здесь объектив вот крышечка далее идет зарядка темлячок зарядка очень легкая с старым форматом мини usb вот такой кабель уже трудно найти в наше время хренья к телевизору тюльпанчики кабель далее что это это дополнительный ремень я так понимаю вот с такими штучками тоненькими тоненькими это я так понимаю на шею вешать вот ну отложим его далее сам кабелёчек usb на мини usb и еще один темлячок маленький тоненький я не знаю наверное объектив прикреплять есть тут где-то это темлячка дырки нету я не знаю зачем тогда он маленький этот вот и вот такой вот еще большой объектив двадцать четырех кратный зум оптикал супер телефото линза лэнс мэйтэн чина линзы сделано в китае вот так вот она выезжает заезжает здесь у нас бесконечность ost manual focus 0.25 m 0.82 ft диаметр 42 мм 3 м 1 м 0.5 м 0.25 м бесконечность suck release ладно тоже откладываем и давайте теперь посмотрим на саму камеру сумочка внутри такой запах ну какой-то небольшой прелости причем сумка сделана довольно таки отлично и каких-либо там смотрите вот такой кармашек здесь отделение отделение которое можно просто отделить такой липучкой вот я так понимаю сюда наверное объектив вставлять можно да вот объектив а влезет ли с объективом тогда он не закроется наверное ну давайте сейчас посмотрим уже камеру и дальше будем разбираться с остальным силикогель так тудуууум сразу Сразу в глаза бросились такие капли матовые сделаны, это как искусственное украшение, но выглядит оно так, по-рагабански немножко. Изначально я подумал, что это какой-то брак, то есть, ну, ничего так. Так, сверху у нас получается управление, on, off, mode, кнопка включения-выключения, здесь у нас приближение, я так понимаю, да, режимы, вот человек, вдалеке человек, наверное, это приблизить, это отдалить. Вот, какая-то кнопка TPWL, Full HD, DSC, Auto Focus 1624 Zoom, серия сделана в Китае, отсек для батареек, 3 пальчиковые батарейки и одна батарея на сколько, на 1050 мАч. Довольно-таки неплохо, и должно, если она не совсем такая убитая, заклеена она специально, для того, чтобы не разряжаться. Но удобно, что если в дороге взяли батарейки обычные, взяли батарею, и если где-то что-то разрядилось, вытянули батарею, вставили батарейки и пользуемся от трех батареек. Все отлично. Вот, ну и передний экран, кнопочки, пластик, все нажимаются так, ну, хорошо, селчочками такими, ну, прикольно все сделано. Ну, реально, реально, ну, блин, хорошо все сделано и не придраться. Пластик такой, ну, с виду, да я бы и не сказал, что он слишком дешевый. Здесь вот софт такой, он приятный на ощупь, крышечка приятная на ощупь. Давайте посмотрим, сюда заглянем. Вот так это здесь выглядит у нас спереди. И как открывается, ага, вот, можно так открыть, посмотреть, что у нас здесь. Вспышечка, как прячется. Открывается довольно легко, это для вспышки, да, заглушка для вспышки, вот, дополнительный. И этот не вытягивается, да. Вот, вход, здесь у нас вот такая вот заглушечка, SD-карт USB-AV. То есть, открываем, SD-карточка большая, есть мини-USB-вход и АУТ-AV. Приклеена вот эта вот пластиковая штучка, она приклеена неровно, то есть, видно по дырочке, что немножко схода. Ну, так выглядит все вроде круто. Вот здесь динамик, что ли, или что. И вот здесь какой-то, не знаю, для чего это еще, резинкой такой покрыта. Вот, ну, в принципе, вот такой вот набор. Давайте посмотрим, влезет ли камера сюда вместе с этим объективом. Нет, не влазит она. Как ее, не вставляй. Вот так, разве что. Но она так не влезет. Поэтому достаем это. Ставим камеру. Вот так, наверное, нет. Честно, у меня не было такой большой камеры, поэтому, ну, вот эту можно сюда вставить. Вот, поэтому я не знаю, как ее принято, куда надо объективом ее носить. Ну, вот с тем небольшим объективчиком. Вот так она помещается. В принципе, с распаковкой мы закончили. Теперь остается потестировать ее, посмотреть, как она фотографирует, погонять ее немножко. И потом уже скажу свой окончательный вывод по этой камере. Итак, друзья, я попользовался этим вот фотоаппаратом. И скажу честно, он мне очень понравился. И, ну, он легче. Во-первых, он легче, чем, допустим, подобные аналоги по размерам. Вот Canon, если взять, Canon сразу ощутимо в два раза тяжелее, чем он. И я не знаю, это плохо или хорошо. То есть, ну, наверное, скорее всего, плохо, раз такие, да, как Canon и тяжелые. Ну, не зря же, наверное, это сделано, то, что оно тяжелое. А этот, как бы, легкий. Вот, в плане фотографий я пофотографировал, снял кусочки видео. Я их выложу, в описании будет ссылка на полные фотографии и видео. И хотел изначально показать вам, да, то есть, меню. Меню мне понравилось все, как бы. Ну, да вообще мне он понравился очень. Ну, в целом он мне понравился, как фотоаппарат. Единственное, что хочу сказать, что, как, допустим, если вы там обзоры снимаете, то, наверное, он не совсем подойдет, потому что качество у него, конечно, подхрамывает. Но, видите, фокусировка у него хорошая. И у него идет в комплекте несколько объективов. Да, то есть, увеличение и так далее. И, учитывая это, если, допустим, он 130 долларов, я его брал, или что-то около того, ссылка будет в описании. И ссылка на скидку, по которой я брал, будет тоже в описании. Так вот, я его брал, там, что-то чуть больше 100 долларов. И он реально оправдывает и качество съемки, и качество видео. Причем, в видео мне очень понравился звук. Я очень был удивлен. Звук на улице, как бы шумная улица, снег. По снегу я шел, записывал, держа его в руках, немного на руках вытянутых. Да, и звук очень хорошо. Мне очень понравился звук. Это я без всяких там дополнительных там микрофонов и так далее. И просто чисто шел на него, записывал видео. И мне очень понравился, как звучит, даже голос свой понравился. То есть, какая-то, не знаю, ну, сравнивая с тем, как я пишу на телефон сейчас голос, и с тем, как фото, брат, записал. Он очень-очень мне понравился, как пишет звук. Вот, то есть, микрофон тут очень качественный. Как записывает звук? Сейчас иду по такому льду, скользко. Вот, как корова на льду. Это у нас полу на 33 мегапикселя. Вот. Вот так он пишет. И вот такой вот звук. По поводу фотографий. Фотографии тоже получаются довольно неплохие. Если сравнивать, допустим, с телефоном, да, там, за 100 долларов. Он снимает намного лучше. И за счет того, что несколько объективов можно увеличивать и так далее, можно снимать очень интересные фотографии. Ну, и как я люблю говорить, если бы я имел тот опыт, который сейчас имею с этим фотоаппаратом, я бы его все равно взял, купил бы за те деньги, ну, по этой акции. Это не супер-пупер фотоаппарат, но он довольно-таки неплохой. И если брать мыльницу за те же деньги у нас, то она будет снимать на порядок хуже. Вот. Меню здесь все очень простое. Все на русском языке. И русский язык. Некоторые моменты, маленькие буквы и так далее, они есть. Дата штампа, ну, баланс белого. Видите, все на русском языке. Сейчас Full HD выставлено. Разрешение снимка можно поменять. HDR режим включить. Ночная съемка. Фотовспышка. То есть, все эти моменты, все здесь есть. Тут еще есть вот на экране много всяких настроек. То есть, очень интересно. Вот мы записываем видео. Вот. Теперь сфокусировался. И теперь хорошо видно. Вроде бы неплохо. Можно фокусировать его немножко. Я остановил запись. А теперь я просто хочу. Вот. Подготовил бокс для фотографий. Давайте я его включу сразу. Подключил наш фото бокс. И я сделаю несколько снимков. Один снимок будет сверху. Сверху один будет отсюда. На телефон. И также один снимок сверху. Один снимок снизу. На этот фотоаппарат. В среднем качестве. То есть, будет 13 мегабайт. Full HD 13 мегабайт. Без вспышки. Ну, как бы на стандартных настройках. Я их особо тут не менял. То есть, какие тут есть выставлены. Так и будет. Вот. Я не особо в них разбираюсь. Поэтому, как бы, для такого профана, как я, это очень хорошее. Допустим, у меня друг, который специалист. Он посмотрел. И, ну, немножко пофыркал. Ну, он бы добавил денег. И взял бы за 400 баксов. Там, самый дешевый Canon. Но мне это решение подходит для моих задач. Забыл сказать, что мы будем, вот, первый снимок будет на вот такой вот объектив. Второй вот на такой. И третий на самый большой. Снимаются они вот здесь. Нажимается такая вот кнопка. И легким поворачиванием она снимается. То есть, и одевается тоже так же. Вот. То есть, три объектива и одна фотография будет для сравнения фотография на Mi 6. Пофотографировал немного фотографии, деля на экране. Учитывая то, что мы имеем три объектива, довольно-таки интересные, не совсем я могу с вот этим вот большим справляться, потому что он должен настраиваться, не должны руки труситься. У меня немного они из-за травмы шеи потрушиваются. То есть, ну, как бы держу, но... Вот. Исходя из фотографий, то есть, могу смело сказать, что, да, у Xiaomi Mi 6 фотографии получаются довольно-таки сочные и яркие и прикольные. Но, учитывая то, что здесь идет три объектива вот таких вот, и можно по-разному их комбинировать при фотографиях, ну, я думаю, что можно получить довольно-таки интересные фотографии. Фотографии не идеальные получаются, но довольно-таки неплохие и из них можно что-то такое получить. Вот. Но это, конечно, сугубо мое мнение. Опять же, повторю, что человек более профессиональный сказал, что нет, я лучше возьму за 400 баксов Canon. Учитывая вот это вот все, да, то есть, то, что мы имеем полноценный фотоаппарат, три объектива, как минимум его можно взять ребенку. Если ваш ребенок подрастает и хочет заняться фотографией, то отлично подойдет ему для начала, то есть, чем покупать за 400 баксов, чтобы он его там уграл первое время, потому что по-любому первый аппарат уграется быстро. Можно вот взять вот такой вот, он потренируется, попробует, поймет его, не его, и тогда уже можно выбирать как-то что-нибудь подороже за 400-500 долларов. Это как вариант применения. Я же буду использовать, покупал я его до того момента, как у меня появился телефон. Я не знал, да, то есть, телефон сейчас заменил как бы все-все-все-все. Но если бы не было у меня сейчас телефона, то я бы снимал на него и даже в обзоры снимал, потому что звук мне действительно очень понравился. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!